Было время, когда я две недели не выпускал ролик, и мне уже писали, когда будет новое видео, сколько можно ждать новый ролик. Прошел год, аудитория выросла в два раза, но мир изменился, и перебои в один-полтора месяца уже не выглядят странно. Главное, что живой. А сегодня ролик будет по заявкам, опять чистая теория о шведских сталях. Когда говорят о шведских сталях, то в первую очередь вспоминают металлургического гиганта СААП. Но нам больше интересны инструментальные, вернее ножевые стали, поэтому нас сегодня будет больше интересовать компания Сандвик. Вообще очень интересно, как одной Швеции получается производить столько первоклассных сталей. Шведская металлургическая традиция начинается еще с 13 века. Сейчас в Швеции работают компании с более чем вековой историей. Вторым аспектом успеха является сама руда. Швеция богата рудами самого высокого качества с минимальным количеством примесей, а также множеством легирующих металлов. И самое главное, Швеция уже более двух веков не участвует в войнах, а спокойно развивает технологии и инфраструктуру. Не удивительно, что сейчас компания СААП в сотрудничестве с энергетическим концерном и горнодобывающей компании открыли первый металлургический завод без использования ископаемого топлива. Все на чистой зеленой энергетике. Кто на канале впервые, можете также посмотреть мои предыдущие ролики по сталям, чтобы было понятно, что я показываю на графиках и с чем можно сравнить описанные здесь стали. На живом производстве стали компании Сандвик имеют большую популярность. Сандвик была основана в 1862 году и всегда стремилась к инновациям и технологиям. Одной из первых стала массово производить нержавеющую сталь, а потом и самостоятельно производить инструменты из твердых сплавов для обработки металлов. Сейчас Сандвик Групп это огромная компания с разными направлениями производства, но выплавка стали остается для них приоритетной. Общее количество марок металлических материалов и сплавов у этой компании превышает 900 наименований. Основная линейка ножевых сталей Сандвик это 12С27, 13С26, 14С28Н и 19С27. Предназначены они в первую очередь для производства ножей для самых разных сфер применения. Сандвик 12С27 является самой популярной сталью для ножей, а также коньков и ледорубов. Ее начали выпускать в начале 60-х годов 20 века. Сталь недорогого сегмента, обладающая высокой ударной вязкостью и отличной коррозионной стойкостью. Сталь 12С27 массово применяется такими брендами как Мора и Опинель. Из нее выпускаются охотничьи, туристические, кухонные и хозяйственные ножи. Сталь 13С26 в течение непродолжительного времени также использовалась при производстве ножей, но в настоящее время вытеснена более современная 14С28Н. Сейчас сталь 13С26 сложно встретить в чистом виде, чаще всего она встречается в ламинированных клинках. Сандвик 14С27Н сталь появилась в начале 2010-х годов. Она имеет небольшой процент углерода в 0,62, но при этом рекомендуемая производителем твердость доходит до 62 единиц. Сталь отличается очень равномерной и мелкой структурой карбидов, имеет высокую прочность на излом и отличную коррозионную стойкость. На сегодняшний день это одна из популярных в мире ножевых стали для складных ножей бюджетного сегмента. Сталь легирована азотом, который по утверждению специалистов способен повышать твердость, не повышая хрупкость. Смелое заявление на мой взгляд. Встречал множество тестов и обзоров на эту сталь. Однозначный вывод сделать сложно, но на мой взгляд сталь вполне может поконкурировать с 95Х18 или 440С. Сандвик 19С27 самая износостойкая марка из этой линейки. Разработана для максимально тяжелых работ. 19С27 в ножах я не встречал, а инструменты из нее можно отнести скорее к специальным. Так как сталь не полностью нержавеющая и достаточно хрупкая на излом. В целом, сталь и сандвик претендуют на максимальную универсальность, имеют хорошую сопротивляемость коррозии, прочность и ударную вязкость. Кроме того, они обладают свойством очень легко правиться на любом керамическом мусате и затачиваться практически любым абразивом. Повторяемость качеств при производстве самых больших серий ножей, минимальный брак и простая термообработка привлекают к этим сталям внимание ножедела всего мира. В самой Швеции эти стали очень любят, еще и за то, что при минусовых температурах они не склонны к сколам. А при жизни в северной стране это важно. Переходя ко второй неравноценной части, нужно упомянуть сталь Элмакс. Это порошковая сталь, одна из самых старых и наиболее известных в ножевом мире. Сталь принято называть шведской, но производится она сейчас транснациональной компанией Бёллер и имеет широкое распространение. Ножи из Элмакса можно найти у многих производителей по всему миру. Эта сталь разработана в конце 60-х и является порошковой. Сам процесс производства значительно отличается от обычной металлургии. В те годы, думаю, это реально было не имеющее аналогов производства. Особый техпроцесс производства позволяет создать сталь с нереальной структурой и химическим составом для традиционной металлургии. В стали Элмакс, к примеру, кроме значительно большего содержания углерода, более 1,5%, мы видим большое содержание ванадия, почти 3%. Ванадий удивительный металл, он придает сплаву одновременно и твердость, и упругость, в то время как углерод, придающий твердость, дает одновременно и пропорциональную хрупкость. Содержание углерода в 1,7% в ножевых сталях до изобретения Элмакса было фактически невозможным. То есть сейчас очень мало инструментальных сталей, полученных традиционным путем, имеют больше 1% углерода. С таким химическим составом сталь Элмакс имеет выдающиеся показатели, так необходимые для хорошего ножа. Это хорошая твердость, чуть более 60 единиц, высокая коррозионная стойкость и достаточная упругость, в разумных пределах, конечно. И возможно главным плюсом порошковой стали является ее мелкозернистая и равномерная структура карбидов, что положительно влияет на механические свойства в целом и дает потрясающий рез. Хорошо выполированная кромка таких ножей имеет высокую бридкость и износостойкость. Технологичность и дороговизна производства этой стали не позволяет производить ножи из нее сотнями тонн. Но по сравнению с другими порошковыми сталями со схожими свойствами, Элмакс является одной из самых популярных. Ножи из этой стали делают как крупные именитые бренды, так и маленькие фирмы и даже индивидуальные мастера. По моим субъективным ощущениям, плохих ножей из этой стали практически нет. Мне в руки попадали ножи из Элмакса разных производителей, как известных, так и полукустарных. Все они имели отличный рез и механические свойства. Могу предположить, что технология закалки и обработки, предусмотренная для этой стали, просто не позволяет сделать откровенно плохой нож. А вот с традиционными сталями рандомность качества куда выше. В итоге из всех эпических рассказов о могучей шведской металлургии мы имеем всего три стали. И то только две из них имеют широкое распространение. Притом сами по себе стали достаточно средние по характеристикам. Но посмотрите, какие бренды их используют. Мора, Хелли, Опинель, Кершов, Фокс, Бокер, Райк и многие менее известные. Одни только Мора и Опинель производят в год около 20 миллионов ножей шведской стали. Так что в популярности этих сталей сомневаться не приходится. Думаю, у многих моих подписчиков есть ножи этих производителей. Можете смело похвастаться в комментариях. В этом ролике я рассказал только о самых популярных или распространенных сталях. На самом деле в ножах используют больше марок шведских сталей. Но сам я такими ножами не пользовался. И в целом это редкие ножи, которые мало кто держал в руках. В остальном, кто разбирается в металлургии, буду рад, если напишите в комментариях, что лучше почитать по этой теме. Ролики с такими обзорами вам нравятся, буду делать их чаще. Но я, собственно, по образованию не металлург, а историк. Поэтому в теме стали могу ошибаться. Вот как-то так. Не забываем, что в описании ролика есть полезные ссылки, через которые вы можете поддержать канал. Спасибо всем, кто смотрит канал через VPN с рекламой. И как всегда, свое мнение можете оставить при себе или написать в комментариях. А каналу все еще нужны ваши лайки, подписки, репосты в соцсетях.